МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все 10 проектов будут реализованы. Комиссия поддержала выделение финансов на инициативы муравленковцев. Управляющие организации усилили работу по очистке кровель от снега. Крыши очищают по графику. Все желающие выйдут на лыжню. 9 февраля в городе пройдет день зимних видов спорта. Здравствуйте. Время новостей о самых важных событиях Муравленко. Расскажем прямо сейчас. В Муравленко будут реализованы 10 новых проектов. С идеями выступили сами жители в рамках конкурсов городского бюджетной инициативы граждан и окружного «Уютный Ямал». Экспертная комиссия единогласно одобрила все идеи муравленковцев. Рассказывает Ирина Бугрим. В Муравленко становится все больше мест притяжения и комфортных городских пространств. Программы по поддержке местных инициатив. Это возможность реализовать свои идеи в команде единомышленников. Законопроект об инициативном бюджетировании поддержал президент. Правительство разработало документ, в том числе на основе ямальского опыта, который позволит использовать инициативное бюджетирование повсеместно. Когда вопросы решаются вместе, когда вопросы решаются сообща, наверное, качество работы повышается, ну и, конечно же, заинтересованность. А самое главное – это отношение жителей города к тому, что создается, к тому, что реализуется. А тогда и любовь к городу, она больше, а отношение к своему, оно всегда лучше. Я уверен, что те наработки, которые есть в городе Муравленко, они также будут положены в те или иные аспекты создания вот этого федерального закона. На этот раз комиссия рассмотрела 10 заявок. Все они уже прошли общественные обсуждения и одобрены жителями. Единогласные идеи муравленковцев поддержали и эксперты. Направление адаптивной физкультуры в Центре Ямал востребовано и у детей, и у взрослых. Выделенные средства авторы проекта направят на покупку специальных тренажеров, которые помогут в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Тренажеры эти нам необходимы, нужны. Они, значит, улучшают качество жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Улучшаются навыки самообслуживания и функция жизнедеятельности, восстановления суставов. Совсем скоро в городе также появится уличный театр. А специалисты спортивной школы Муравленко смогут закупить необходимый инвентарь для скалолазания. Инструкторы уже занимаются с детьми. Секцию посещают 10 человек. Общественная организация родителей детей с особенностями развития «Счастливые дети» вышла с инициативой приобретения интерактивного метронома. Сегодня в организации 18 семей. И практически каждому ребенку необходима реабилитация с помощью этого программно-аппаратного комплекса. Это программа, которая стабилизирует полушарие мозга, которая улучшает память, координацию движения. Поэтому в этом нуждаются очень наши дети. Поэтому мы выходим с такой инициативой. Покупка оборудования для поискового отряда «Лиза-Алерт» в создании единой интернет-платформы городских мероприятий. Все 10 проектов будут реализованы до конца года. Профинансированные идеи интересны. Самое главное – востребованы. И это самый важный аргумент для их реализации. Ирина Бугрим, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. В пятницу Дмитрий Артюхов выступит перед законодательным собранием с ежегодным докладом о положении дела и перспективах развития Ямала. Уже известно, что наиболее важными темами его доклада станут жилищные условия ямальцев, дороги и состояние региональной медицины. Особым образом губернатор подчеркнул намерение затронуть вопросы поддержки семей. Ежегодный доклад о положении дел в автономном округе – это комплексный программный документ, который выражает позицию главы региона в отношении стратегических направлений социально-экономического развития округа на ближайшую перспективу. Мероприятие пройдет в культурно-деловом центре Салихарда 7 февраля в 15 часов. Метели добавляют хлопот не только дорожным службам. После обильных снегопадов актуальным становится и вопрос очистки кровель. Ответственные службы работают в усиленном режиме, чтобы не допустить схода лавин с крыш и козырьков зданий. Тему продолжит Наталья Матюшкина. В период обильных снегопадов и температурных колебаний вероятность схода снега и наледи с кровель зданий увеличивается многократно. Для предотвращения несчастных случаев сотрудники управления по делам ГУЧС провели рейд по городу. Особое внимание уделили образовательным учреждениям и социальным объектам. В целом ситуация опасений не вызывает. Объекты образования, культуры, спорта, руководителям объектов работа организована, кровли чистятся. Также управляющие компании по жилым домам занимаются расчисткой кровель. Хотелось бы обратиться с просьбой к предпринимателям города, чтобы они обратили внимание на свои кровли. Потому что мы все в ответе за безопасность жителей нашего города. В период снегопадов усиленную работу по очистке кровель и балконных козырьков от снега и наледи ведут управляющие организации города. На уборке задействованы специалисты, которые прошли специальное обучение для работы на высоте. Крыши очищают по заранее составленному графику. В первую очередь мы чистим финские туры, дома деревянного исполнения, там, где есть угроза схода снега. Ну и, обращая внимание, мы чистим со стороны подъездов, там, где люди двигаются. Там, где в палисадниках, где нет никакой опасности, это уже, конечно, будет вторым этапом. На домах, где возможен сход снега, размещены предупреждающие таблички. Такие места лучше обходить стороной и не оставлять поблизости свои автомобили. Все наши уговоры, все наши письменные предупреждения, все наши объявления, которые мы оставляем под дворником машины для того, чтобы человек прочитал с просьбой убрать машину, ну, в общем-то, полностью игнорируются. А между тем, вопрос безопасности касается каждого. И к нему нужно подходить со всей ответственностью. При выходе на улицу следует обращать внимание на скопление снега и наледи на крышах и стараться обходить места их возможного обрушения. Успевают чистить коммунальщики? Не опасно ходить? Да, я что-то и не задумывалась. Ну, чистят. У нас, по крайней мере, Ленин 96 чистили, я слышала. Вчера ничего, чистят. Кажется, нормально. Вчера только дочка сказала, перед ними они шли со школы с пятой по тротуару, и снег упал. Они вышли на дорогу, во дворе, там машина ехала, а не обратно. Плохо пока. Ой, даже не могу сказать, да. Не обращаю внимания вообще-то. Ну, наверное, наверное, не совсем, я думаю, так. Я сам с Башкири, но я вижу здесь у вас все хорошо. Прекрасно. Мне нравится. Тротуары у вас чистые, крыши очищаются. Вот я видел в том районе. Я много хожу здесь. Ну, прекрасно. Город очень прекрасный. Аккуратный, чистый, красивый. Наталья Матюшкина, Владислав Дроботов, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Муравленковцы могут воспользоваться субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это один из видов социальной поддержки, предоставляемой за счет средств окружного бюджета. Для получения компенсации достаточно один раз в полгода представить необходимые документы, где будет рассчитана сумма совокупного дохода и размер квартплаты. Причем учитываются все виды доходов заявителя. У получателя не должно быть задолженности по оплате коммунальных услуг. В случае, если долг имеется, компенсация предоставляется при наличии соглашения о его поэтапном погашении. Подать документы можно в Управлении социальной защиты населения. У специалистов, а также на сайте управления, можно узнать всю подробную информацию о порядке назначения и выплаты субсидии. В меню детских садов, школ и больниц округа появится больше продукции из мяса оленя. Сельхоз предприятия Ямала в этом году планирует на 20 тонн увеличить поставки продукции из мяса оленя в учреждения образования и здравоохранения округа. Напомним о важности работы по обеспечению объектов социальной сферы качественными продуктами питания местного производства, говорил губернатор округа Дмитрий Артюхов на своей пресс-конференции в декабре прошлого года. Сегодня местная продукция мяса оленя, рыба и молоко направляются почти в 120 организаций округа, преимущественно в детские сады и школы. Как подчеркнули на заседании комитета АПК, в законсобрании округа местные аграрии готовы обеспечить сырьем образовательные и социальные учреждения в полном объеме. Но для этого сейчас нужно разработать так называемую дорожную карту. Сейчас задача стоит более шире, что все-таки и наши дети, и наши ребята могли именно нашей олениной, очень важным таким хорошим мясом, рыбой, и питаться именно и в больших городах, и в Ноябрьске, и в Новом Рингое, и Муравленко. Сегодня поставки продукции АПК уже осуществляются в 120 учреждений социальной сферы. Объемы поставок тоже имеют положительную динамику. Допустим, в 2019 году поставки мяса увеличились на 11% с уровнем 2018 года и составили порядка 170 тонн. В городе стартовали дни молодого избирателя. В городской библиотеке прошла встреча студентов многопрофильного колледжа с представителями Муравленковской избирательной комиссии. Подробности у Таисии Русия. В центральной библиотеке собрались учащиеся многопрофильного колледжа, чтобы вместе с председателем избирательной комиссии разобраться во всех тонкостях избирательного процесса. Студенты узнали, как устроена избирательная система округа и города, как проходят выборы и кого будут выбирать муравленковцы в этом году. Знать, как устроена избирательная система, как происходит голосование, каким образом формируются те или иные органы власти, об этом знать необходимо каждому гражданину. Такие встречи с молодым электоратом избирком организуют регулярно. Студенты признаются, диалоги с интересными людьми помогают молодежи быть в курсе политических и общественных событий региона и страны. Важно, как проводятся выборы. То есть в дальнейшем, сейчас мне пока нет 18, потом, когда вспомнится, я буду знать, как правильно голосовать. Ребята интересовались, как можно стать наблюдателем на молодежных выборах. Представители избирательной комиссии подчеркивают, участники молодежных избирательных комиссий могут стать членами действующих участковых избирательных комиссий города, а также попасть в кадровый резерв. В ближайшее время для молодежи города будут организованы открытые диалоги с депутатами городской думы, дискуссионные площадки, тематические викторины, деловые игры, круглые столы. Это позволит молодым людям больше узнать о своих избирательных правах и повысить электоральную культуру. Напомним, этой осенью на Ямале пройдет 15 избирательных кампаний. В сентябре состоятся выборы депутатов городской думы и законодательного собрания округа. Единый день голосования назначен на 13 сентября. Всю информацию молодые люди могут найти на сайте городского избиркома. Такие сайты подобные, странички нужны, чтобы человеку было проще и понятнее как-либо разобраться. И на этих же сайтах можно написать свой вопрос. Таисия Русия, Петр Хаджаев, Новости Муравленко. В бизнес-инкубаторе начала свою работу студия звукозаписи «Создай себя». Реализовать идею удалось благодаря победе муравленковцев во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Это был грантовый конкурс среди физических лиц 2019 года. Он был заочный. В рамках проекта люди могут научиться записи вокала, инструментов музыкальных, могут научиться играть на музыкальных инструментах. Барабаны, гитары и тому подобное. Можем научить каким-то основам вокала в принципе. Просто получить даже интересное какое-то времяпровождение вместе с ребятами, которые уже давно играют, занимаются. В новой студии можно записать собственную песню, либо написать ее вместе, говорит автор проекта Ярослав Проскуряков. Если есть желание научиться играть на барабанах, гитаре, их тоже можно реализовать здесь. Музыкальные группы смогут использовать возможности студии для своих репетиций. Для того, чтобы стать частью творческого объединения, нужны лишь творческий потенциал, желание и немного свободного времени. А всему остальному здесь могут научить, обещают активисты. Учащиеся многопрофильного лицея определились с выбором профессии и теперь активно готовятся к сдаче единых государственных экзаменов. О том, как проходит подготовка, расскажет Таисия Русия. До сдачи единого госэкзамена всего несколько месяцев. Поэтому сейчас лицеисты каждый день посвящают подготовке, занимаются в школе, берут уроки у репетиторов. А в свободное время слушают лекции университетских педагогов и решают онлайн-тесты. В этом году я буду сдавать химию и профильную математику и поступать с ними на направление биотехнологии. Эти предметы меня очень сильно привлекают, ведь биотехнология вообще – это одна из профессий будущего, и хочется очень стремиться к этому. Основным городом для поступления я выбрал Санкт-Петербург, но точно с университетом еще не определился. Большинство выпускников мечтают поступать в ведущие вузы Санкт-Петербурга и Москвы. Хотя и знают, что конкуренция довольно высока. На втором месте по частоте подачи документов – Тюмень, Казань, Сургут, Новосибирск и Екатеринбург. Анастасия Ускова год назад мечтала стать врачом и поступить в медицинский университет, но передумала и уже год готовится к поступлению в педагогический. Я хочу поехать в Уфу, в Санкт-Петербург или в Казань, но, конечно, больше всего в Санкт-Петербург, в педагогический университет имени Герцена. Я буду сдавать математику, профиль, русский язык и общество знания. На самом деле мне сейчас, конечно, трудно, потому что в начале 11 класса я начала учить все с нуля – общество знания, математику, профиль. Но я сижу сейчас на разных вебинарах, смотрю какие-то дополнительные уроки, хожу на консультации, и вроде бы как у меня все получается. Большое количество учащихся сдает общество знания. В последние годы очень популярна химия и биология, поэтому у нас сейчас по два химико-биологических класса. И в этом году у нас два инженерных класса, что тоже свидетельствует о том, что направление информационно-технологическое в тренде. По словам педагогов, после получения результатов ЕГЭ лишь единицы приходят на пересдачу через год, чтобы получить балл выше. Большинство же стараются поступить сразу после школы и выбирают вузы с подходящим проходным баллом. У нас достаточно высокий процент ЕГЭ. То есть сдают-то у нас все ребята. Бывают единичные случаи, когда со второго раза, но это единичные случаи, то есть так вообще 100% у нас. И поступление тоже, процент поступления достаточно высокий. И большинство обучается в вузах, опять могу сказать, по своим предыдущим выпускникам. То есть из моего класса в 26 человек, то есть всего двое поступили в средне-специальные учебные заведения. Учителя отмечают, в этом году больше популярностью пользуются профессии, где нужны точные и естественные науки. В 2018-2019 году выпуск у нас много будущих учителей. То есть дети выбирали такие профессии, как учителя английского языка, иностранных языков. Сейчас, когда студенты уже первого курса приезжали, они делились своими эмоциями. Это обучение на первом курсе, так скажем. В этом году дети выбирают более инженерные профессии. Главная трудность, с которой каждому придется справиться на экзамене, это волнение. Чтобы не растеряться и правильно понять задания, педагоги и психологи советуют не переживать. Ведь получение новых знаний и заучивание больших объемов информации уже позади. На ЕГЭ важно сосредоточиться и дать правильные ответы на все вопросы. Таисия Русия, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Во всех почтовых отделениях, а также на сайте Почты России, стартовала подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие. Оформить подписку можно по прежним ценам. До конца марта горожане могут подписаться на газеты и журналы, выбрав из более чем тысячи наименований. Среди них также региональные издания и городская газета «Наш город». На сайте можно выписать издания не только для себя, но и в качестве подарка для родных и друзей. Во всех почтовых офисах продолжается благотворительная акция «Дерево добра». Ежегодно на Ямале сотни неравнодушных людей оформляют порядка тысячи подписок в пользу социальных учреждений и жителей. В предстоящие выходные муравленковцы отметят День зимних видов спорта. Он приурочен к годовщине проведения Олимпийских игр в Сочи и пройдет уже в шестой раз. Какие зимние виды спорта популярны сегодня у муравленковцев, выясняла наша съемочная группа. Этим мальчишкам по 4-5 лет. Несмотря на падение, они упорно нарезают круги по льду, а еще уверенно держат клюшку и владеют шайбой. Юные Фетисовы, Овечкины и Малкины уверенно штурмуют лед, и, похоже, все как один влюблены в этот вид спорта. Потому что я люблю хоккей. Трозные играют в хоккей. Азы хоккея в спортивной школе «Арктика» постигают около 150 ребят. Сейчас здесь тренируются три группы спортивной подготовки и пять спортивно-оздоровительных. В этом возрасте самое главное, чтобы ребятам нравилось, чтобы они полюбили этот вид спорта. Про ребят, что можно сказать. Все способны, очень много способных ребят, есть с чем работать. Я думаю, что из этих ребят можно будет потом создать команду, которая будет защищать честь города. Снегоходный спорт – еще одно популярное зимнее увлечение муравленковских мальчишек. Этим экстремальным видом спорта в городе занимается 40 человек. Базируется отделение в спортивной школе «Муравленка». Тут снегоходная техника и тут для мужиков. Технические виды спорта, как мотоциклетный кросс, снегоходный кросс, квадроциклетный кросс. Очень зрелищный и красивый вид спорта, но, конечно, здесь чудес не бывает. Чтобы встать и пойти по подготовленной трассе, нужно необходимые, конечно, знания, умения и навыки, которые здесь ребята у нас и отрабатывают. Кроме практических занятий, особое внимание в секции уделяют теории и технике безопасности. Перед стартом для ребят проводят разминку и напоминают о том, как правильнее и точнее сегодня пройти заснеженную трассу. Растет популярность у фигурного катания. Воспитанники двух групп тренируются по 10 часов в неделю вместе с тренером и хореографом. Работают над растяжкой, техникой выполнения спортэлементов и хореографией. Отделение действует около года, а воспитанники уже показывают достойные результаты. Алена Черкасова, к примеру, стала бронзовым призером чемпионата и первенства Ямала по фигурному катанию в 2019 году. А сейчас все спортсмены готовятся ко дню зимних видов спорта. 9 февраля он пройдет в Муравленко уже в шестой раз. В этом году в рамках спортивного праздника состоятся общегородские лыжные гонки, в которых могут принять участие все желающие. Старт в воскресенье в 10.30 на лыжной базе. Анастасия Попова, Петр Хаджаев, Антон Иванов. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше информации смотрите на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин